В общем, сегодня я бы очень хотела рассказать про то, как спасти мир, но для того, чтобы узнать, как спасти мир, придется дослушать до конца то, что я буду рассказывать между этим. Поэтому сегодня поговорим немножко про то, какие есть стейт-менеджеры и как их можно использовать. Ну, я залезла под какой-то одной из статей на Хабр, я нашла такую интересную инфографику. Люди отмечали, какой библиотекой стейт-менеджмента они пользуются. Ну, вот примерно такой был график ответов. Я подумала, что надо хотя бы почитать про то, что это такое. Ну, я, конечно... Ну, там Redux, VueX, MobX и дальше там всякие Relay, Alt.js никто не пользуется и не знает. Вот, да. Ну, наверное, стоит сразу рассказать, зачем вообще появилась надобность в стейт-менеджерах и что это такое. Изначально, если у вас достаточно простое приложение и стейт укладывается просто в parent-child, то проблем никаких нет. Но если вдруг получается ситуация, когда у вас какое-то ветвление и вам нужно каким-то образом обновлять какие-то данные в двух разных местах, и для этого вам нужно, допустим, от какого-то child отдавать значение parent-у, потом его parent-у, потом его parent-у, и потом идти вниз по цепочке и передавать значение какому-то другому child-у, в котором тоже нужно обновить данные, выглядит достаточно сложно. Поэтому люди подумали, что почему бы не хранить все данные в одном месте и чтобы все имеющиеся компоненты получили к нему доступ. Вот. Ну, это была там идея изначально, еще там был флакс такой, и, собственно, от него уже были реализованы всякие Redux. Ну, вот, чего такое Redux? Они говорят, что очень классная штука. Что все лежит в одном месте, что достаточно предсказуемо, легко дебажить и легко с ним работать. У Redux есть какие-то основные принципы. Есть принцип того, что у нас все ресурсы, у нас наш store будет лежать где-то в одном месте, и мы верим, что это единственное честное место, где все это может находиться. Дальше мы говорим, что этот state, он read-only, то есть его нельзя просто так брать и изменять где-то в других компонентах. Его можно изменять только какими-то специальными механизмами Redux. И также, что изменения в state, они делаются исключительно pure-фанкшенами, что, впрочем, выглядит красиво. Ну, и вот так вот это все выглядит. Есть какой-то компонент. Компонент dispatched какой-то action. Action говорит Redux, что ему нужно поменять state. State меняется, и на обновление state подписывается компонент. И когда чего-то изменяется, он перерисовывается. Ну, мне нравится, логично. В этом случае мы получаем одна... Как это? Что данные могут идти только в одну сторону. И вообще классно. Единственное... О, да. Ну, единственная, на мой взгляд, проблема, это то, что изначально, чтобы это все осмыслить, если ты вообще не в курсе, что это было до этого, нужно немножко посидеть и почитать, чтобы осознать, как это все работает и куда, что делать. Вот. И вторая проблема — это то, что нужно писать достаточно много кода для того, чтобы это все поддерживалось красиво. То есть в каждой... В каждых там экшенах, редюсерах нам нужно писать одну какую-то стандартную ерунду, которая выглядит громоздко. Но не писать ее, наверное, нельзя. Потому что это приведет к каким-то ошибкам. Вот. Все проблемы? Угу. Все проблемы? Ну, я вижу это так. Ты думаешь, есть еще какие-то прям такие важные? Какие-то шляпцы, хороцкие лица? А почему нет? Да, у тебя, кстати, очень много исходных действий, которые делают примерно одно и то же. Можно тупо запутаться в том, сколько у тебя экшенов. Тем более, что, ну, давать им какие-то... Ну, никто не дает экшен нормальное смыслное название, мне кажется. Данил говорит, что если у тебя есть много экшенов, в них легко запутаться, и никто не дает экшенам осмысленное название. Тяжело скейлиться. Ну, по моему мнению, это не понятно. Просто, когда у тебя совсем огромное, прикинь, что у тебя на один чифт происходит много экшенов, попробуй совершить эту цепочку, согласись. Но ты же самостоятельно вызываешь все экшены. Ну. Моё мнение, что есть большой эффект в этом. Несколько не смысл, не смысл, не смысл, не смысл. Да, бывает такое, что взять один экшен и берет цепочку других, как, вот, Жаня Север, такая же, ну, такая же жопа. Практика, и ты не хочешь на этом разбираться. Тем более, что он начинается негативно активно, да, а приходится кайф по файлам, чтобы все это продевать, все забраться. Но у тебя же для еще каких-то случаев, если тебе нужно разобраться, у тебя всегда в консольке можно прикрутить приложеньку. Если ты можешь локально поднять акул. И плагин, а, ну, да. А плагин? Ну, ты локально, когда можешь поднять акул. Причем, вожди, а расширение, например, в Google Chrome, допустим, Redux, в этой горе, в этой горе, а... Ну, ну. А то хоть локально можешь понять. Ну, короче, типа, у меня еще вопрос к тому, как это скейтится, если честно. Вот. Мне кажется, это основной, ну, сильно запутывает код. Ну, не знаю. Мне кажется, что как раз... А, ну, у тебя есть какие-то альтернативы, что ты можешь использовать? Прямо как у меня? Угу. Ну, окей. Вот. Есть еще ViewX. Честно говоря, все, что я здесь вижу, это почти то же самое, что мы видели до этого. Только здесь они переназвали редюсеры и сказали, что теперь это будут мутации. И сказали, что еще мы можем добавить специальные геттеры для того, чтобы доставать какие-то определенные значения из стора. Если, допустим, нужно не прям чистое вот значение из стора добавить, а добавить, взять, а какое-то там специфическое, там, пофильтрованное уже, то вот можно использовать геттеры. Мм? 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 Прикольно. Мм? 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 Хороший вопрос, я не знаю. Насколько... Можно вопросы еще тем, кто онлайн озвучил? Да, да, да. Ну, Андрей спросил, мутабельный ли ViewX, и вот я не знаю, мутабельный он или нет. Значит, мутабельный. Ну, то есть, можешь... Ну, смотри, у нас... По умолчанию все стоит, и стора должны быть немутабельными. Ну, это смотря где? Вообще говоря, такой подход обычно, потому что надо определять, как именно изменяется что-то в сторе. Ну, вот, например, Flux, он говорит, что ты можешь оставить и... ну, то есть, если у тебя в редакции тебе нужно, чтобы это все было иммютабель, то Flux говорит, что на здоровье делай иммютабель. Так что, вот, ну... И поимей проблем. Ну, я согласна, что это поимей проблемы, но они так придумали, что с них взять. Как бы, я ж не против, вот. Но вот ViewX я не знаю, поэтому... ну, я потом еще посмотрела. Он должен быть иммутабельный, чтобы гетеры работали. Возможно. Саша говорит, что он иммутабельный, чтобы работали гетеры. Как бы, гетеры это просто вычисляемые... Вычисляемые функции, которые зависят от значений в сторе. Когда меняется что-то в сторе, именно по ссылке, тогда меняется и значение гетера. Угу. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Пожалуйста, до него. Ну, и вот, как они, например, написали, как они собираются это все делать. То есть, у них есть какие-то асинхронные запросы на то, что они забирают откуда-то тудус, и на время, пока они его забирают, они там сетают loading статус true, false, ну и вот это вот все. Вот. И там потом еще... Вот они показывают, как у них работают гетеры. Что такое контекст-то было? Контекст это вот то, что они передают в метод. Ну, короче, не знаю. Я не вижу тут больших различий с редаксом, но, знаете, мне очень понравился у них сайт. Он, во-первых, очень красивый, очень удобный, и там видюшки понятные, и люди говорят хорошим таким языком. Угу. И картиночки мне тоже понравились. VX это формальная реализация редакция для Vue, и ничего больше. Угу. Ну, короче, мне понравилось очень. Ну, ты можешь сказать всем то, что я тебе говорю. Угу. Угу. Ну, да. Можешь. И потом закинуть это все в один. Саша сказал, что Vuex — это формальная реализация того же редакса, только во Vue. Но, тем не менее, читать было про него гораздо приятнее. Вот. О, есть еще прикольная штука MobX. Там, на самом деле, все немножко интереснее. Если у нас редакс — это какая-то, у них есть какая-то методология, идея, то есть это прям есть идея, и к ней библиотека, то теоретически, если тебе прям хочется редакс, его можно написать хоть самостоятельно руками, именно... Я надеюсь, что да. А в чем-то он сайдет? Да, это редакция, кто-то подключил. Что за вопрос? Можно ли использовать Vuex отдельно от Vue? Где-нибудь, ну, там, не знаю, в приложениях, где у тебя там Angular или еще чего-то. Это просто другая либо. Очень вряд ли. Потому что прикрутить тот же самый NGRX, допустим, к Vue будет, ну, несколько проблематично. И я в обратную сторону тоже работаю. Ну, Саша сказал, что не так легко это все прикрутить и вместе завязать. Как бы Vuex завязан на Vue. Я бы уже писала на Vue просто потому, что красивенько. И сайты красивенькие у них. Это, я считаю, основная причина. Вот даже когда в магазин идешь, молоко берешь, берешь самое красивое. Я считаю это правда. Да, мне нравится. Натуральные. Вот. Ну, тем не менее, давайте вернемся к Mubex. В Mubex они сделали еще тоже интересную вещь. У них есть Derivations. Это специальные функции, которые вычисляют какие-то вещи из стейта. То есть это какие-то такие специфические геттеры. Я бы так сказала. Ну, а так, в принципе, мы видим что-то очень похожее. Но, опять же, Mubex это именно библиотека, которая покрывает потребности девелоперов просто именно в каком-то наличии библиотечного решения для их проблемы. То есть этой идеи там особо, как я поняла, нет. Ну, вот такие картиночки есть. Вот. Собственно, здесь они делают все то же самое. Экшены, как это все происходит. Они просто на какие-то методы берут и вешают такие классные декораторы. Вот они вешают экшен какой-то. Вот они вешают observable, computed. И там что-то они еще вешают. Ну, короче, там у них просто коробка с декораторами, которые ты можешь вешать на все, что тебе нравится. И надеются, что оно будет как-то работать. Вот. Но мне не очень понравилось, что у них во всех прям и на сайте, и везде они... Как-то store read-only это вообще не про Mubex. Они спокойно себе берут и где хотят, они там меняют какие-то значения. Вот там, например, в последней строчке там to-do store to-do s-nol completed равно true. И ты такой сидишь и думаешь, а зачем нам это все вообще? Вот. Так что, не знаю, я почитала... Можно, конечно, ну, тебе никто не мешает сделать нормально, для того, чтобы ты к store так не обращался, но... Но, да, это не запрещено, и это прям в доке. Да, Валера, помнишь такое? Так, может, даже и не джуник прийти. Я помню, мы как-то с Валерой очень спорили за то, что он там что-то менял какие-то значения вне store, и прям такой, а что не так? Так что, вот здесь, ну, выглядит, конечно, что-то по-новому, по-интересному, но, как по мне, все-таки Redux, он такой более покрывающий твои все потребности, и он как-то чуть лучше защищает от каких-то багов, которые имеются. Но там есть... О, авторан — это очень интересная штука. Это... Я так поняла, что у них нету специальной либы, которая будет тебе прям сразу... Вот, как, допустим, если в редакте у тебя в консольке, если локально билдишь проект, у тебя там все, что происходит, оно билдится здесь, как бы интересно. Они делают авторан, и там ты прям самостоятельно пишешь, что ты хочешь. И там есть еще... Да, да, то есть ты будешь видеть, что что произошло. Это тогда фича. Ну, я понимаю, что это фича, но, как бы, я бы так не делала. Да, ты это можешь все оследить. Но этот авторан похоже на любой экшен идет, а не на какие-то конкретные. То есть твой middleware будет что, через все проходить? Ну, пока так, кажется. Ну, судя по всему, Да, дальше они просто фильтруются, чтобы текло... Да, после этого авторане можешь, типа, чекать типов экшена, которые вы должны платить, чтобы что-то принять. Ну, понимаю, да. Вот. Но вообще, вот это выглядит как фича, это означает, что можно уплазнить экшены. Если это очень-очень нужно, я на все равно буду работать ожидаемо. Мне нравится. Ну... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что сказать, это и... Ты добиваешься всего того же, что с экшенами, только без экшенов. Я не думаю, что с этим экшеном на реальные изменения они все равно будут в результатах. Очень круто. Я ничего не могу добавить с этой... мне нужно экшенов. А теперь вопрос. Зачем делать тогда экшен? Может, у тебя проще отследить вот такие минимальные ну выглядит просто но не знаю мне нравится что когда ты пишешь экшен ты прям его осознанно используешь то есть ты понимаешь что ты делаешь а когда ты вот такую ерунду можешь написать просто потому что тебе там переменнику надо поменять ну да я понимаю что да с одной стороны он исчезает этот много коде ненужное но с другой стороны ты отхватишь других проблем на мой взгляд хорошо смотри вот у тебя баг какой-нибудь что комплитит в трушном состоянии хотя должен быть false вот как ты поймёшь где и какая смолочь это триггернуло так у тебя же в авторане это все будет да там можно как-то это глядывать ну строго говоря это то же самое почему у тебя авторан просто про этот сделать какое-нибудь кольцо lock и всё смотри так и типа ну и в редюсере ты не знаешь кто триггернул экшен ты точно так же не знаешь ну и вот они говорят что используйте вот такие вот декораторы и будет вам счастье а теперь как спасти мир я очень хотела рассказать про то что есть такое классное расширение для браузера экозия и если ты чего-то гуглишь через экозию то ты спасаешь деревья за каждый запрос который ты там погуглил ты спасаешь одно дерево и у них там есть специальные команды которые в африке и там еще где-то в бразилии они прям садят деревья я очень впечатлилась и у меня вот дома на всех моих там устройствах у меня стоит вот это экозия на работе я не ставила потому что честно говоря если тебе нужно прям чего-то такое нормальное загуглить и много слов оно как-то не очень хорошо то есть гугл нет оно под капотом насколько я помню они взяли bing и потом там на него обернули чего-то еще вот но тем не менее то что они делают мне нравится как один мой запрос за какую-нибудь стать оверхлоу спасает одно дерево у тебя вот видишь там такая прямо это деревце и там у тебя постоянно ну они считают сколько пользователей чего сделали и потом у них там есть какие-то фонды из которых они сажают деревья короче очень классно вот скоро они еду начнут без раздавать в африке вот вообще там еще был один какой-то стать менеджер интересный про который я не прочитала но у него вот такой вот этот но я не помню что за он а что я сделал все сломал вот короче там вот такой какой-то не это не метеор он как-то назывался но я забыла как ну то есть я хотела про него почитать но что-то не прочитал вот но он там какой-то очень модный это mobx вот этот как заключение как заключение ну я считаю что тех толку на то и тех толку чтоб потом пообсуждать чего юзать ну да конечно да целая пачка попкорна я ж так понимаю меня никто не слышит кроме тебя алёна не знаю вы это в следующий раз как-нибудь подключите комнату в которой сидите к митингу там смотри там еще дима пришел слушать там вообще много кто пришел слушать но вы все равно потом подключаете комнату а зачем чтобы я мог вещать на тебе в наушнике а на всю комнату а аааааааааа ну это надо у нас у главного инженера спросить у Валеры Валера говорю Саша сказал что надо подключать ещё и комнату сюда в эту в беседу чтобы когда они там чего-то говорили мы слышали что они говорят И чтобы мы вас тоже слышали Ага Ну Ну, короче Валера разберется Да Потому что мне есть что сказать, знаете ли Блин, а мы никак теперь не можем Тебя подключить, Саша Раз у тебя есть что сказать Не меня, а комнату И что будет, если выдерну шланг? Нет, это Лена, не это Алена, хватит пробовать шланги чужие Я думаю, что мне ничего это Что ничего не слышно Алло Там можно вверху справа нажать на кнопочку Привет, Саша Как дела? Ой, я вас слышу, классно Мы уже где нажали, где надо Ты вообще из телевизора, прикинь Я вообще-то из дома Ты в телевизоре живешь? Ты хотел что-то сказать? Вообще, по ходу дела хотел какие-то ставки делать Но не получилось А я делал? Да, но я их не слышал По поводу MobX Там еще есть такая приколюха Что их сейчас две версии Вторая и третья И третья не работает со старыми браузерами Например, интернет-эксплорер 11 А когда они там, допустим, прекратят вторую версию поддерживать Да хрен его знают Поэтому там надо быть аккуратнее с MobX А вообще, по поводу стейт-менеджеров Их как бы очень много Что-то как-то мало взяли Какой-то тот же самый VueX Как я уже говорил Это просто имблементация редакции Но для Vue А есть варианты Классический NGRX, понятное дело, для Angular Но есть еще NGXS Который мы используем сейчас на проекте Тот же самый Redux Но с гораздо меньшим количеством boilerplate-кота И есть очень модный для того же самого Angular Это Akito Как порода собак Это было бы, наверное, тоже хорошо Посмотреть и рассказать Вот Всегда есть альтернатива С NMO-менеджер-стейт Чисто формально У тебя все равно будет какой-то стейт-менеджер Просто написано, допустим, через сервис Обзоропл Да, но прикол в том, что Типа иногда тебе просто не нужен Уверхед подключения какой-то либы Вообще Я не спорю Я не спорю Ну вот Я просто агитирую, что Такие кейсы скорее часто встречаются, чем редко Ну вот если у тебя какое-то небольшое приложение А если там прям Нет? Да и нет На самом деле Ну Я считаю, что это всем надо попробовать Так или иначе И посмотреть, ну, типа, самим Насколько удобно Вот Потому что мне пока больше всего нравится такой подход А если честно Самостоятельно что-то писать? Да А ты раз напишешь и все Уж перебери, используй Да Оно может быть не совсем очевидно со стороны Кажется Но Типа, если это все красиво оформить То Ну Меньше прослоек всяких Вот И, например, типа, вот эти stateful сервисы Очень удобно делать Их можно потом, если что, собирать в какие-то типологические единицы Да, типа Да, то есть, грубо говоря, такой Да, сервис, который просто В себя включают другие сервисы Ну, фасадик, типа, такой Над этими данными Ну, типа, и все И ты сам строишь себе иерархию этих, типа Сторов, что ли Ну, как хочешь, короче, делать Прикольно, мне нравится Ну, просто я клоню, типа, к тому, что Все эти state-менеджеры Они как-то рассматриваются почему-то как must-have Всеми людьми А мне кажется, они вообще не must-have Не, ну, у людей была какая-то проблема И они как-то пытались ее решить И из этого они и сделали целые библиотеки Да? Вопрос в том, ну, типа Если такая проблема в принт Ну, мы вообще справляемся С этой-менеджерной русской проблемы Тем, что у нас очень стремное отношение Паранчайл, типа И что бывает Да, и что можно с двух сторон менять данные Типа, вот эта вся кривота, типа Хорошо, если еще только с двух Да И, типа, ну, не фиксирует просто Как данные меняются Вот И мне кажется, эту проблему можно жить Просто чистым кодом нормальным Ну, типа Я имею в виду, что даже, типа, в странном редаксе Можно наговнякать очень конкретно В этом плане Ну, типа Он просто, типа, чуть-чуть сдерживает Чуть-чуть Чуть-чуть, да Ну, типа, можно хорошо написать и без него Вот И тут вопрос, типа Стоит ли того это вероят? Вот Потому что, ну Мне сейчас больше нравится Вот идея таких Типа Стоит фулл-сервисов Которые потом объединяются Фасадики всякие И узнать обзор облак Которые уже есть в ангуляре Вот И тогда Ажерхеда вообще ноль получается Вот Другое дело, что, типа, просто надо грамотно Все это продумать и сделать Ну, видимо, где-то на это Подумать Народ начинает переходить на Готовое Саша, ты меня слышишь? Слышь Ну, ладно Я только просто голосую за то, что все должны это попробовать Хотя бы раз Что именно? Самостоятельно? Ну, без стейд-менеджеров пробовать все организовать самому Ключевое слово самому Это занимает Вот это Придумать идею и заимплементить минимальный сервис Занимать два часа Вот это прям С нуля До работы Ну, вот, Володя, тебе понравилось? Ну, как у нас организованы данные? Ну, вполне Ну, вот А ты про Google Redux? Да Ты что, тебе больше нравится? Ну... Ну... Дебан, лидер Искрест! Нет Текущий пищер Состояние мне больше нравится Текущий проект Но он просто меньше в размерах Поэтому я не уверен Да Работали ли... Если бы он был большого размера Ну, вот такой Более глобальный Работало ли это так же? Это вопрос 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 открытый Ну, это вопрос, мне кажется, нашего скилла Насколько мы сами по себе хороши Ты никогда не знаешь Когда у тебя приложение стартует До какого состояния Я понимаю Да Но, мне кажется Что при помощи, типа, того Чтобы объединять их Как-то в какие-то Гридические единицы Можно все равно Это как-то скилить адекватно Вот Ну, возможно Здесь какая-то грань Когда она все перейдет уже Со всеми Такой мешанин Может быть Но у Redux точно так же Точно такая же херня Его хотели дебажить проще Не факт Не факт Ну, не знаю Ну, на самом деле Точно так же Да Ты смотришь Ты ставишь точно так же Брикпоинт туда же Где пушатся значения Это то же самое Что и диспатч экшена Точно так же Ты можешь там поставить Брикпоинт Абсолютно точно так же Да Точно так же Ты можешь, ну На каждый сервис Бахнуть middleware Который тебе будет Консулоги выводить Это тоже, ну Не проблема Вот Ну и все Типа На самом деле Все то же самое Как по мне А у нас В этих сервисах Которые Сохраняют Какую-то логическую Единицу У них есть функция Которая По сути Меняют store То есть Спать Все то же самое Только Ну Только без Да Ну и без Лип И без Без Акшенов Без Акшенов По сути Можем В npm Сделать Пакет И Зачем Все из Кропки уже есть Да Ну Ты перейдешь На следующий проект Ты будешь Что Копи-пастить Да там Нечего Переносить А можно Свой пакет Сделать А что ты будешь Переносить Валера У нас Целый абстрактный Класс Прикольно От которого Ты на следующий Получаешь сервис Для Ух ты Прикольно От которого Ты на следующий И получаешь Ну Окей Ну Вот его Будешь его в любую Выносить Один абстрактный Класс Я такие Вм пакеты Видел Можешь уже Жариться Не Ну Это уже Мне кажется Дело вкуса Да Ну То Ну Главное Убейте Бинг Не пользуйтесь Этим Говном Нахер Деревья Нахер Бинг Не надо Не Не Уничтожить Бинг Целедей Деревья Податого Стоит Я не Удивлюсь Если они Еще Типа Ну Это Харень Открывается Только В Е Чтобы Е Жил Седьмой Как Бинг Да Нет Там нормально Все открывается И нормально Все работает Так Алена Ты понимаешь Что чем больше Ты пользуешься Этим Браузером Этим Сайтом С этим Поиском Потреблять Какая-то Энергия Которая Вредит Деревьям Понимаешь Так она И так Потребится Нет Почему Ты можешь Убить Бинг И пользоваться Только Курглом Уничтожить Гугл У меня Кажется Поисковик Должен быть Один Какой-то Этот Где У тебя Только К десятой Странице Ты можешь Найти Уже Релевантные Результаты После рекламы Я думаю Яндекс Нормальный Амнистической Партии Ну Смешно Не я уверена Что не А Винго Возможно На Сападе Ну В Амнист В Офисе Винго Да Ну Венгар Ты бываешь От Камера Блин Это Ну да А то что Много Браузеров Общать Лично Да Класс Ну Вот Скоро Этот Эдж Перейдет На Хроме Черт Ну Эдж Они же Бэтку Уже Релизную Я Честно Мне нравится Я даже Перейду На Эдж Потом Ну Потому Потому Что Будь Синхрон Между Устройствами Результаты Есть Ватру Тайну В Хроме Тоже В Смысле А Что Там Что Нормально Не Ну Вот Бля Не Разобрались И Поддаетесь Пиару Ну Что Ж Вы Люди Ну И Вот Так Вот И Е До Сих Парни Может Умереть Из-за Убейте Его Кто Нибудь Это Это Е Это Эдж Поверь Это Яблоко А Я Работает Напомню Не Не Знаю Проверь Бинки Ну Так Вот Да Пошли Работать Мне кажется Стоит Вырубать Повещайся Алина С людьми Господа Спасибо Что Посетили Этот Прекрасный Тихтолк Приходите Еще Подписывайтесь На На Ставьте Лайки